Ну, такая шутка существует. Когда что-нибудь крупное случается, большая неприятность, то конструктор разводит руками и говорит, наука не знает, а техника не может. Ну вот, к счастью, в области ближнего боя, который весь построен на высшем пилотаже, мы сегодня говорим, что и наука знает, и техника может. И мы с удовольствием демонстрируем именно боевые приемы пилотирования на всех выставках. Демонстрируем, на что способна машина, и демонстрируем, на что способен человеческий организм, летчика, испытателя или боевого летчика. И говорим, что вот это та область, в которой будут выживать, именно выживать, потому что тот, кто не владеет таким высшим пилотажем, к сожалению, проиграет, а на войне проигрыш он трагичен. То есть он погибнет, и машина его сгорит. То есть речь идет о том, что в ближнем бою летчик обязан выиграть. Конструктор, наблюдая полет своего детища, видит в фигурах высшего пилотажа совсем не то, что мы с вами. Ежесекунду меняющиеся аэродинамические нагрузки. В пять, в восемь раз возрастающий вес самолета, несущегося по немыслимой траектории. Вибрации, центробежные силы, изгибающие моменты. Законы механики, разгневанные дерзостью людей, возомнивших себя сильнее и мудрее природы, словно сорвавшиеся с цепи волкодавы, терзают и треплют машину, стараясь согнуть, заклинить, разболтать, вывести из строя и низверкнуть на землю. Но все это за кулисами праздника. А для зрителя... Обалденно. Особенно сухие, они вообще летают, такие вещи творят в небе. Они, ну не знаю, уму непостижимы, что они там делают, кобры там, зависали там и тому подобное. Это просто вызывает бешеный восторг, например, меня. Неискушенный зритель вряд ли сможет отличить демонстрационный пилотаж от показательного. Вместе с тем, между ними такая же разница, как, скажем, между восхождением на горный пик и акробатическими номерами под куполом цирка. Профессиональное мастерство альпинистов оценят только специалисты, для которых внешний лоск и эффектная экипировка не имеют никакого значения. В цирке музыка, подчеркнутая бравада и имитация опасности, щекочущая нервы зрителям. Похожая ситуация происходит на демонстрации авиационной техники. То, что вызывает восторг публике, часто абсолютно неинтересно заказчикам новой боевой машины. И наоборот, оставшийся без внимания широких слоев населения неброский элемент пилотажа сразу повышает рейтинг самолета, снижая шансы на успех у его конкурентов. Специфика демонстрационных полетов в том, что, как правило, летчик представляет новую, еще и не излеченную от детских болезней машину. Демонстратор должен одновременно быть готовым к любым подвохам со стороны самолета и в то же время выжимать из него все, на что он рассчитывает. Ведь от того, как удастся преподнести самолет, может совершенно по-разному сложиться его будущая жизнь. Так что летчика демонстратора можно без преувеличения назвать соавтором нового летательного аппарата. Ну, понятно, что вот эти вот все фигуры, которые мы выполняем, прежде всего они очень четко и хорошо продумываются на Земле. То есть мы туда так не лезем. Вот, с бухты-барахты. И все они, в общем-то, на Земле просчитываются аэродинамиками, моделизируются на стенде. После этого у нас есть вот стенд с реальной ручкой управления, с реальной динамикой самолета. Вот. И на этом стенде мы эти фигуры отрабатываем на земных условиях. После этого взлетаем и уже делаем их в воздухе. Естественно, подход очень аккуратный и осторожный. То есть мы плавненько, потихонечку ко всем этим фигурам подходим. Ну, естественно, что какой бы идеальный стенд ни был, какие бы там компьютеры современные ни были, они полностью всех условий, возникающих в воздухе, смоделировать не могут. Вот. Поэтому реальная ситуация, она накладывает свои, так сказать, особенности. Таких реальных ситуаций и особенностей в летной практике у Евгения Фролова было немало. Один из недавних примеров. Отказ системы уборки шасси во время демонстрационного полета на авиасалоне Леборжи-97. Международные авиасалоны. Получив за последнее десятилетие широкое распространение и объединив в общую программу демонстрационные вместе с показательными выступлениями, они интересны как для профессионалов, так и для многочисленных любителей авиации. Характерный пример. Салоны Фармборо-88 и Леборже-89 года. Две темных лошадки из советской конюшни покорили все категории участников и зрителей салона. Выполняемые ими оригинальные фигуры высшего пилотажа вызывали равный восторг и у дилетантов, и у специалистов. Правда, первые видели в них лишь внешнюю эффектность. Вторые же — новые приемы воздушного боя. «Кобра» позволяет Су-27-му забрасывать ракету навстречу преследователю. А «Колокол» — Мигу-29-му исчезает с экранов радаров, не способных различать объекты с нулевой горизонтальной скоростью. Итак, мы подошли к рассказу о следующем, а может быть и главном прикладном применении высшего пилотажа — маневренном воздушном бое.